5 сентября выставочный комплекс Линэкспа собрал больше тысячи гостей на мероприятие «Две страны, одна победа», посвященное окончанию Второй мировой войны. Организатором праздника стал Китайский деловой центр. На мероприятие были приглашены китайская и российская молодежь, официальные лица и, конечно, ветераны. Были среди них и те, для которых война не закончилась победой над Германией. Им пришлось бороться еще и с японскими милитаристами. Японцы, чтобы нас задержать, угнали весь подвижной состав. Ну, короче говоря, осталась одна железная дорога и больше ничего. И вот смекалистые водители замерили колею железной дороги, колею машин, сняли колеса, поставили дисками на железную дорогу и автомобиль побежал. В год Великой Победы в России и в Китае прошли грандиозные военные парады. 9 мая на Красной площади и 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, на которых присутствовали лидеры двух стран. Телетрансляции посмотрели миллионы людей. В Китае все дети смотрят этот парад и вот эту атмосферу они чувствуют. И мне кажется, что и русские дети тоже самое, потому что я здесь выросла. И каждый год 9 мая я тоже со всеми русскими детьми участвую во всех мероприятиях, посвященному Дню Победы. И я сама тоже чувствую. Мне кажется, что я очень счастлива, потому что у меня две родины – Китай и Россия. На мероприятии в Линэкспо стало возможным непосредственное общение участников Великой Отечественной войны из России и Китая. Несмотря на огромное расстояние, они смогли не только услышать, но и увидеть друг друга. Чтобы наши ветераны увидели тех ветеранов, могли пообщаться с ними вместе. Вот мы решили, что раз мы не можем привезти сюда, то мы с помощью уже современных технологий все равно свяжем их путем телемоста. Среди пекинских участников телемоста присутствовали воспитанники Ивановского интердома. В 30-е и 40-е годы в него попало немало детей китайских революционеров. Только в 49-м они вернулись на родину, сохранив о России самые теплые воспоминания. На праздничном обеде, организованном Китайским девайвым центром для ветеранов, снова и снова звучали поздравления и, конечно же, тосты за победу, за мир, за дружбу. Наши с вами дети и внуки вырастут по-настоящему чуткими, добрыми и полноценными людьми, только если они будут знать, какой ценой все то, что их окружает, сохраняется. И какое количество жизней, к сожалению, не удалось спасти для того, чтобы им было хорошо. Общая историческая память не только оказывает сильнейшее влияние на укрепление межкультурных, государственных и человеческих связей, но и способствует развитию делового партнерства. Китайский деловой центр имеет уже целый календарь мероприятий, связанных не только с приездом сюда китайских делегаций, участием китайских компаний в наших выставках. Вот на Агроруси приняло участие более 17 компаний. На выставке Нева, посвященной судостроению, уже 40 китайских компаний приезжает. То есть это бизнес-отношения, это проекты, которые будут развиваться и дальше. Но будут проводиться мероприятия культурного и досугового характера. Уже сейчас готовится масштабное празднование китайского Нового года в рамках традиционной китайской весны и множества других мероприятий. По уверению организаторов, они непременно будут интересны и познавательны для самого широкого круга посетителей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ